Мы рады приветствовать вас, возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, на очередной встрече в рамках «Субботняя школа». Мы начинаем исследование новой книги Библии, Евангелие от Марка. И нам предстоит узнать не только тайну Личности Иисуса Христа, не только о том пути, для которого Он пришел на эту землю, но самое главное, о том, что можем сделать мы, чтобы путь Иисуса в наши сердца и в сердца наших близких и друзей был увенчан успехом. Мы призываем вас быть не только зрителями, участниками этого исследования, но помните о своих друзьях, о своих родственниках, которые могут узнать о Господе благодаря вам и вашей активности в интернет-пространстве. Всякий раз, когда вы нажимаете кнопку «Нравиться», «Поделиться», когда вы пишете свои комментарии, когда вы рассылаете ссылку на библейские исследования своим друзьям, они узнают о Господе, обретают веру, а это значит спасение, которое дает Господь. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Александр Молдавану, добро пожаловать, и юрист, адвокат Светлана Марару. Спасибо за приглашение. Мы начинаем новый цикл, он посвящен одной из четырех книг Библии, которые посвящены жизни и биографии Иисуса Христа. И прежде чем мы обратимся к исследованию Библии, понимая свою ограниченность и нужду в Божьем водительстве и его мудрости, приглашаю вместе с нашими друзьями обратиться к Господу в молитве. Помолимся. Наш дорогой Отец, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Мы просим Твоей мудрости, мы просим Твоего водительства на то, чтобы мы понимали всю глубину Твоего Слова, для того, чтобы мы приняли его верой, для того, чтобы мы смогли жить этим Словом во наше спасение и спасение многих других. Мы молились во имя Иисуса Христа. Амин. Один из вопросов, который возникает в умах людей, которые знакомятся с Евангелием, Новым Заветом, зачем об одном и том же событии, об одном и том же человеке писать четырем авторам? Почему четыре Евангелия? Потому что все эти Евангелия, в принципе, говорят об одной Личности, Сисуса Христа. Да, конечно. Очень интересный вопрос, и очень часто люди задают этот вопрос. Но это очень важно, потому что для того, чтобы понять или лучше описать один предмет или какой-то случай жизни, нужно по крайней мере с четырех сторон его смотреть. Любой предмет, дом, машину, человека, если мы хотим лучше описать, то надо по крайней мере с четырех сторон смотреть. Даже когда мы идем к парикмахеру, все равно зеркало спереди, зеркало сзади. То есть это важная необходимость, чтобы жизнь Иисуса была описана и представлена с разных сторон. И еще разные люди, которые читают, и каждый нуждается в каком-то своем особом описании. Поэтому вот четыре Евангелиста, они описывают разные стороны жизни Христа и удовлетворяют необходимость, нужду всех слоев людей. Мы начнем исследование Евангелия с перспективы автора, чтобы понять цель автора и кто он, чтобы понять особенность, представленную в этом Евангелии и то, как описан Иисус Христос, Евангелие от Марка. Ну, может быть, тривиальный звучит вопрос, кто написал Евангелие от Марка. Но он имеет право звучать, потому что в самом Евангелии мы не находим о том, что его написал Марк. Тогда кто же? Вы правы. И вы знаете, ни в одном из Евангелий не указано имя автора. Но уже на заре христианства каждая из канонических Евангелий связывалась либо с одним из апостолов, как, например, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, либо с тем, кто их сопровождал. Например, Евангелие от Луки записано спутником Павла, а Евангелие от Марка содержит воспоминания Петра. И хотя Евангелие от Марка ни разу не называет свои имени в тексте, но тем не менее ранние церковные традиции утверждают, что его автором был Иоанн Марк, некогда путешествующий с Павлом и с Варнавой, а впоследствии спутник Петра. Спасибо. Наверное, определение авторства похоже на исследование, когда пытаются понять автора того или иного преступления и по каким-то косвенным следам, какие-то доказательства, уликам. То есть если собрать улики, речь, знание географии, какие-то ссылки, упоминания событий, которые мог знать только тот человек, это позволяет косвенно определить, что автором Евангелия от Марка является Марк. Иван Марк. А кто такой был Марк? Что об этом человеке мы можем узнать, читая Библию и Новый Завет? Вы знаете, это очень важно и очень интересно, потому что я полагаю, что многие верующие люди, те, которые читают Библию, имеют представление, что Евангелие от Марка написано апостолом Марком. И как бы, но, вот то, что это не написал апостол, который был всегда с Иисусом, который видел все, но это пишет Иоанн Марк. Это человек, который жил в Иерусалиме. Его мать очень состоятельная женщина. Исследователи говорят, что в их доме церковь собиралась. Даже нашел такую информацию, что предполагается, что в доме его матери Иисус совершил святую вечерю. И вот Марк был свидетелем этого всего. Но, несмотря на это, чувствуя призвание служить Господу к миссинерскому служению, он пошел. Но вдруг то, те обстоятельства, которые он имел у мамы дома, категорически отличались от обстоятельствах и вызовах, с которыми встречается человек, совершающий миссинерское служение. И вот непривыкший к лишениям, к разным затруднениям, Марк, похоже, что разочаровался. И отошел от служения. Но, позже мы будем об этом говорить. Вот этот человек впоследствии, после разочарования, после того, как был немножко дерутат, немножко сбит с пути, он все-таки нашел Иисуса, он понял, кто он такой, и он был призван и решил написать вот это послание, которое очень-очень многие... Какая цель написания Евангелия? Учитывая то, что написали другие, с какой целью мог преследовать Марк, сев и написав вот это обширное повествование о Иисусе Христе? Скорее всего, так как он познал Иисуса Христа, он понял его путь, он понял его миссию, поэтому он решил познакомить и читателей с Иисусом Христом, чтобы люди тоже уверовали и спаслись. Спасибо. Когда ты понимаешь цель автора, тогда легче понять и то, как он достигает, стремится достигнуть этой цели, что он помещает в свое повествование. В Деянии Апостола, в 15 главе, 36 по 39 тексты, мы читаем обстоятельства, связанные с автором этого Евангелия. По некоторым временем Павел сказал в Арнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». В Арнаве хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Вот мы читаем о Марке. «Но Павел полагал не брать отставшего от него в Мафлии и не шедшего с ними на дело, на которого они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка и отплыл в Кипр». Как вы думаете, почему Варнава снова захотел взять с собой Марка, а Павел при этом отверг его? Из-за чего у него случилось такое недоразумение и огорчение в взаимоотношениях с Павлом? Ну, Павла можно понять, хотя он и поступил резко, но тем не менее мы знаем, что жизнь миссионера, особенно в древности, она была очень суровой, и она требовала очень много жертв. И Павел полагался на своих соратников, миссионеров, которые помогали ему в этом тяжком труде. Поэтому для него тот, кто так быстро отошёл от служения, для него этот человек уже не заслуживал места среди миссионеров. Но слава Богу, что Варнава не согласился с ним, и он увидел в Марке все необходимые качества для миссионерства. Но Варнава приглашает и даёт ему второй шанс. Здесь, видите, Павел другой человек по сравнению с Варнавой. Павел нацеливается на дело. Он имеет цель, ему нужны люди, которые удовлетворят требования дела, а Варнава другой лидер, лидер, который обращает внимание на людей, на чувства. Поэтому тут вот такое и получается. Павлу не нужен такой человек, а Варнава видел в Марке все необходимые качества для хорошего миссионера. Но вот этот страх, вот этот переломный момент, Варнава понимал, что нужно перебороть. То, чего не понимал Павел. И вот опыт второго шанса, который был дан Марку Варнавой. Как он повлиял, этот опыт, на характер Марка, на его дальнейшую жизнь, на его служение? Оправдал ли он ожидания своих старших братьев? Знаете, мы очень часто встречаем случаи, когда второй шанс не даёт хороший результат. И тоже, как Павел, да не стоит. Но в этом случае, вот потому что Варнава сделал всё возможное, не описывается вся работа, но Марк оправдал вложение Варнавы, скажем так, да? И мы находим вот в Колоссянах, апостол Павел пишет, приветствует вас Аристарх, заключённый вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы. Вот, да, позже он напишет, напишет Тимофею, Марка возьми и приведи с собой, и что очень важно, ибо он мне нужен для служения. Вот уже такой Марк мне нужен для служения. Да? Поэтому мы видим, что действительно произошли изменения. И мы можем иметь надежду, что человек, который опускает руки, который впадает в какое-то разочарование, если ему помочь, поддержать, он станет хорошим миссионером, хорошим служителем, хорошим сотрудником. Я думаю, что опыт Иисуса Христа, который пришёл, чтобы служить, встретившись с разными обстоятельствами, рисками, страхами, и преодолел эти страхи, и прошёл свой путь до конца, он мог стать героем, примером для Варнавы о том, как нужно быть мужественным, как нужно служить и торопиться служить. И вот Марк, на которого оказал влияние Иисус и которого поддержал Варнава, он написал Евангелие от Марка. Какими словами начинается эта Евангелие? Марк начинает свой рассказ словами «Начало Евангелия Иисуса Христа». То есть он намеревается рассказать Евангелие Иисуса Христа с того момента, как оно начинается. И далее он говорит «Сына Божьего». То есть это выражение, вот начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божья, оно встречается только у Марка. И она говорит о том, что Иисус, его Евангелие, составляет средоточие и суть листвования Марка. То есть если ты хочешь понять, что такое Евангелие, в чём смысл и цель Евангелия, то ты должен познакомиться с Иисусом, его жизнью. Слово «Евангелие» – что значит, какого значения этого слова «Евангелие»? Да, конечно, все верующие люди, которые хотят знать, знают, что Евангелие – это благая весть. Весть Божия для того, чтобы помочь людям, помочь жить хорошей, успешной жизнью и иметь жизнь вечную. И Евангелие одновременно и Слово Божие, и жизнь Иисуса Христа, потому что Евангелие то начинается задолго до рождения Иисуса, до начала Его служения. А вот служение Иисуса, жизнь Иисуса – это воплощение Евангелия. И оно понимает нам более обширно понимать вот эту добрую весть, прочувствовать действительно, что Бог настолько любит, что Он не только говорит о любви, но Он доказывает Свою любовь. В Евангелии от Марка мы больше видим действия Иисуса, чем в других местах. Мы меньше находим проповеди Иисуса, но больше практической жизни воплощения этого Евангелия, о котором чуть позже поговорим. И если другие евангелисты больше описывают и рождение Иисуса, и родословие, и так далее, и тому подобное, исследователи говорят, и мы видим это, когда читаем Евангелие от Марка, третья часть Евангелия от Марка обращена к последним событиям жизни Иисуса Христа. Он больше обращает внимание на жертвенность Иисуса, на служение Иисуса, на Его терпение, на ту цену, которая была уплачена ради спасения человечества. Вот это Евангелие. Спасибо. Это благая весть. Итак, начало радостной вести, благой вести Иисуса Христа. Вот еще одна ключевая фраза «Иисус Христос». Что значит «Иисус Христос»? Как Марк описывает Иисуса? Каким он представляется, представлен в этой книге? «Иисус» — это означает спасение от Бога. И это имя дано Ему, самим Богом. А «Христос» — это означает помазанный, то есть это миссия, титул или звание Иисуса. И поэтому на протяжении всего повествования Марк описывает Иисуса как Сына Божия, Сына Человеческого и Сына Давидова. То есть божественные полномочия этих трех титулов Иисуса представлены им в начале Евангелия. Для многих людей Иисус является воплощением благой вести Евангелия. Как повествует Марк, «И весь город собрался к дверям и приходили к нему отовсюду, потому что его служение приносило восстановление всему человечеству». Да, и как говорили ранее, вот это восстановление человека — это суть Евангелия в его наиболее практическом выражении. Он стремился накормить, исцелить, восстановить образ Божий в человеке. То есть самая главная идея о том, Евангелие о том, что есть надежда, что человек может измениться. И Христос пришел, чтобы совершить это восстановление. И Евангелие говорит о том, какие шаги Он в этом пути к восстановлению совершил. И для нас очень важно узнать не только о том, как Христос жил, как Он проповедовал, но самое главное — осознать и понять, что необходимо нам сделать, чтобы это восстановление произошло в нашем сердце образа Божьего и в сердца наших близких, наших друзей. Евангелие от Марка говорит о том, что это Евангелие Иисуса Христа. Но если мы начнем дальше читать, то первые восемь текстов, они посвящены не описанию жизни Иисуса Христа, а другой личности, Иоанна Крестителя. Говорится о том, что Он делал, как Он проповедовал, как Он был одет, что Он ел, о основной сути Его проповеди. Как Вы считаете, почему Евангелие начинается с Иоанна Крестителя? Какую роль Он сыграл в повествовании? А вот само начало Евангелия, да, Евангелие Иисуса Христа. Иисус пришел для определенной цели. И среди множества целей пришествия Иисуса, то, что касается спасения человечества, это очень важная и главная цель. Поэтому вот именно здесь с Иоанном Крестителем начинается путь Иисуса Христа. До этого Он был обычным человеком, вырос с родителями, а здесь начинается путь Христа, который приведет Его к завершению своей миссии, ко Кресту. И именно вот Иоанн Креститель приготовил путь, приготовил людей к крещениям, приготовил Иисуса, и вот тут начало пути. Поэтому Марк описывает тут начало Евангелия, начало доброй вести, всего служения Иисуса, который он должен исполнить. Поэтому он начинает от Иоанна Крестителя. Здесь начало вот этого пути миссии. Иоанн – это тот, который готовит путь. Наверное, можно найти аналогию в какой-то степени, когда какой-то важный министр или глава государства едет от аэропорта Кишинева к центру, к правительству, то дорогу очищают специальные службы, полицейская машина с мигалками, может быть, с мегафоном. Это те, которые готовят путь важной личности, очищают это, чтобы он быстрее, безопаснее, скорее. И, наверное, Иоанн – это тот, который готовил путь Господа как царя в сердца людей, чтобы выровнять эту дорогу, чтобы не было препятствий, не было задержек, чтобы сердца были открыты, чтобы место было готово и чтобы побыстрее Христос занял в сердцах людей свое место и совершил это преобразование. Евангелие от Марка, 1 глава, 9 по 11 тексты. Мы уже начинаем. И вот тут начало, описание деятельности Иисуса. И начинается этот путь, и начинается эта миссия по восстановлению с таких слов. «Было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Здесь описание крещения Иисуса Христа. Вот какие выводы мы можем сделать, читая вот это описание? Какие мы можем сделать выводы, каким было крещение, зачем нужно было крещение, как в этом крещении были представлены Бог и три личности Божества? Почему именно с крещения начинается путь Христа в сердца людей? Что это значит для нас? Наверное, он дал пример людям, что именно с крещения начинается их путь для того, чтобы принять Иисуса Христа. И это то, что вы прочитали, вот эти события, которые описывает Марк в своем Евангелии, они указывают на важность этого крещения. Каким образом? То, что тут на этом событии присутствует Сын Божий, присутствует Отец и Дух Святой. И вот это крещение, оно уже означает начало пути своего служения. В этом пути Иисус не один. Он не один. То есть путь постановления – это путь, который имеет общую цель, миссию для каждой из личностей Божества, Бога Отца, Сына и Святого Духа. И эти три личности, они участвуют в миссии по спасению человечества, не только на протяжении жизни Иисуса Христа, Его смерти, Его воскресенье, но и последующие, до дня Его Второго пришествия. Эти три личности Божества, они предпринимают усилия, чтобы спасти и восстановить каждого. Ещё что важно отметить, что тот Марк представляет Иисуса как Личность, обладающая одновременно и Божественной, и человеческой природой. Значит, Он Христос, Он Мессия, Он Господь, о Котором Иоанн Креститель возвещал, но Он более силён, чем Иоанн. А также Он возлюбленный Сын, на Которого нисходит Дух. И в то же время Его человеческая природа раскрывается тем, что Он принимает крещение у Иоанна, Он движим Духом. Далее мы видим, что Он искушаем сатаной. То есть Он то связующее звено между человеком и Богом. И принимающий Иисуса Христа принимает Его Евангелие, Его спасение и принимает жизнь, которую Он пришёл, чтобы дать людям. Удивительно. Для того, чтобы человек поднялся и вернулся в царство, царь царей нисходит на землю. Иисус становится той лестницей, которая связывает небо и землю святого Бога и грешного человека. Он, совершенный святой Бог, становится человеком, нашим братом, встречается с такими же искушениями, с такими же обстоятельствами жизни, Он понимает нас, для того, чтобы помочь нам подняться. То есть Иисус есть этот путь, истина и жизнь. И поэтому, если ты хочешь обрести спасение и измениться, то ты должен знать об этом пути и следовать им. Видите, не случайно Бог позаботился, чтобы Марк описал детально крещение Иисуса. Описывает возраст, когда Христос крестился. Описывает обстоятельства, присутствие и Отца, и Духа Святого. Вот это слово «вышел из воды». О чем это говорит? Это говорит о том, что Он находился в воде. Да. И Писание ясно описывает, что когда Христос крестился, Его не опрыскивали водой, не обливали водой. Но Иоанн Креститель, и Слово Божие, использует выражение приемноние, где было много воды, чтобы достаточно воды было, чтобы и крестящий, и крестившийся могли находиться в воде, да, и погружение в воду. Она указывает на смерть для греховного человека, для греховной жизни, и воскресение для новой жизни. И что хотел бы сказать? Христос в начале пути принимает крещение. Он не нуждался в покаянии. Он не нуждался в покаянии. Покайтесь и креститесь. Но кроме того, в чем Он нуждался, Он давал пример нам, как нам поступать, когда мы вступаем на новый путь, когда мы начинаем новый путь в этой жизни. И крещение, мы видим, что не является только обращением к Богу, только омытии грехов и обещания чистой совести. Но крещение также означает, что мы посвящаем себя на служение, служение другим людям, служение Богу. И вот здесь крещение очень многогранно дает нам примеры и примириться с Богом, и в начале пути иметь свидетельство Бога, что Он рядом с нами, и иметь осознание, что мы другие люди. Также хотела добавить, вот как Вы отметили, возраст. Очень важно понять, что человек приходит к этому шагу, принимая крещение осознанно. Его не приносят. Он приходит сам. Это не просто обряд, понимаете? Это не просто обряд, что ты взял младенца, окунул его в воду, и ты завершил это. Это очень важно осознавать, что это такое, потому что как для Иисуса это означало начало пути своего служения, так и для человека, который осознаёт, он желает этого, он хочет этого крещения. для него это начало пути с Богом, начало другой, новой жизни, которая приведёт его к жизни вечной. То есть сознательный выбор и решение. И интересно, что когда Иоанн говорит, это мне надо от тебя креститься, а ты пришёл ко мне, Иисус очень метко, очень важно отмечает. Иоанн, ты тоже правильно смотришь на некоторые вещи, но давай сейчас исполним всё, что нужно исполнять. То есть для нас это пример. Если ты хочешь исполнить всякую правду, если ты хочешь встать на путь к возвращению своему Богу и мечтаешь о спасении, то путь ко спасению, путь к восстановлению, путь к Богу, путь к началу служения, ученичества, начинается с этого важного шага, когда человек приходит к Господу и принимает крещение. Это посещение, это завет с Богом. И мы завершаем наше исследование сегодня первой главы с той вести, с которой Иисус обратился к народу. «После того, как предан был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею и проповедуя Евангелие, Царство Божие, и говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Мы начинаем знакомиться с проповедью Иисуса, и в этой благой вести, проповеди, которую провозглашал Иисуса, мы видим три составляющих. Что значит вот эти три составляющие для нас, для того времени и для нас лично? Значит, первым долгом, давай мы их определим, да? Первые составляющие, какое? Исполнилось время. Исполнилось время. Исполнилось время. Какое время исполнилось? Конечно, здесь мы обращаемся к пророчеству Даниила о семидесяти седьминах, которые пророчески предсказал Даниил время исполнения мессианского служения Иисуса Христа. Христос, когда пришел в храм, открыл пророчество Исаии и начал читать, и объявил, ныне исполнилось вам это пророчество, да? Которое было предсказано через Исаии, через Даниила. То есть, Христос пришел, мессия, истинный мессия пришел. Если позволите, я вас прерву. Я нашел это пророчество. Оно описано в книге про Коданиила, в девятой главе, с 24 по 27 текст. И удивительно, но за сотни лет до прихода Иисуса говорится о времени. Знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима до Христа Владыки. То есть, уже определенный его титул, помазанный. Аминь. Семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратятся народ, и обстроятся улицы, и стены, как трудные времена. И утвердит завет для многих. Да. И посещение шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от волнений, и до конца войны будет опустошение. И утвердит Христос завет для многих. Одна седьмина, в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Здесь указано о точном годе, когда Христос был помазан. Шестьдесят девять пророческих седьмин, которые продлились до двадцать седьмого года по рождению Христа, когда Христос и принял крещение. Да. То есть, Христос принимает крещение в двадцать седьмом году нашей эры в возрасте тридцати лет. И это вполне согласуется с исследованием, которые говорят о том, что наша эра начинается в три-четыре, что Христос родился за три-четыре года до исчисления нашей эры. Итак, время исполнилось, и Христос воистину есть тот истинный Мессия, о котором говорил Данила и все другие пророки. И время рождения исполнилось, двадцать седьмой год, да, и время смерти, время крещения, простите, рождения, да, время крещения и время смерти Иисуса, да, тридцатый год, когда Иисус... Вторая составляющая. Приблизилось царствие, то есть пришел царь. То есть если приходит царь, то это значит приближается и царство. Но он приблизился, а чтобы оно наступило, это царство, важно, чтобы... Открыть свое. Открыть свое сердце для Господа, для царя. И третье, самое важное. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте, что мессия пришел, царь пришел, он родился, он перенес все, что нужно, он исполнил все, что нужно исполнить, и он ждет возвращаться и собрать своих к себе. Спасибо. Марк использует сейчас в своем Евангелии слово «тотчас» в 42 раза. Это говорит не только о скорости, о динамике, о опасности промедленнее, о важности не оставлять начатое и принимать решение сегодня и сейчас. Дорогие друзья, Христос пришел как истинный спаситель, царь царей, господствующий. Он пришел, чтобы послужить человечеству мне и тебе. Бог своей любви желает восстановить в нас свой образ. Он желает принести в нашу жизнь радость, мир и спасение. Для этого Он совершил тот путь, о котором мы будем исследовать. Но цель этого пути это занять место в моей и твоей жизни, в моем и твоем сердце. И Он призывает нас, говоря «Покайтесь и уверуйте Евангелие». Мы призываем вас, чтобы вы могли не только слышать об Иисусе, но всем сердце уверовать и принять Его своим Господом. Не только принять Его своим Богом, но принять решение, заключить с Ним завет и следовать за Ним, как за своим примером, своим Учителем и своим Господом. И этот путь за Иисусом это самый важный путь, который каждый должен пройти в своей жизни. И пусть Бог в этом нам поможет. Помолимся. Наш добрый, любящий Господь, мы безмерно благодарны Тебе за Евангелие от Марка, за то, что Ты нашел таких людей, как Павел, Варнава, Марк, и через их служение Ты помогаешь нам понять, каким образом мы можем найти путь и истину и жизнь, каким образом мы, разочаровываясь, можем вставать опять, продолжать искать хорошие взаимоотношения с Тобой, Господи. Помоги нам извлекать уроки из опытов этих героев этого урока. Помоги нам покаяться всякий раз, когда мы согрешаем против Тебя, друг против друга. Помоги нам, Господи, принимать Евангелие и готовиться ко встрече с Тобой, с нашим любящим и Царем, который отдал свою жизнь ради нашего спасения. Молим Тебя во имя нашего Спасителя и благодарим за услышанную молитву. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, благодарны за то, что были внимательны и были участниками этого исследования до конца. Приглашаем вас, всех, кто верует в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, следовать примеру Иоанна Крестителя, помогать другим, готовить путь к Господу в их сердца. Пусть Господь благословит вас, ваших родных и близких и совершит и в их жизни радость спасения. Всего доброго, до встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова